После переезда в квартиру родственников со мной уже вторую неделю происходила какая-то чертовщина. Нет, не в смысле по квартире бегали бесы или ночью на кухне летала посуда, хотя, может, и летала, но я этого не видел, и никаких неудобств это за собой не влекло. Проблема была в другом и волновала меня гораздо больше. Я блевал. Да, блевал, каждое сука утро, начиная с первой ночи, как переехал в эту замечательную квартирку. Спросите, что, быть может, были и другие причины? Я так не думал и не думаю. Небольшая двушка находилась в спальном районе нашего города. Квартира долгое время простаивала, и тётка по доброте душевной разрешила занять жилплощадь. Правда, было одно условие – сделать ремонт в спальне, а дальше живи и развлекайся. Как только поступило предложение, я, разве что не прыгая до потолка, согласился. Давно хотел съехать от родителей. Я их очень люблю, но мама у меня хочет контролировать каждую миллисекунду моей жизни, поэтому решено – переехал. Мама тогда неодобрительно посмотрела, а отец мне даже подмигнул. Конечно, свобода. К тому времени я учился на заочном и работал в баре, прилично зарабатывая, поэтому условия тётки не было проблемой, и ремонт спальни я заказал у одной из местных фирм. Сделали быстро и именно так, как хотел я. Белые стены, большая кровать, тёмный ламинат, большой раздвижной шкаф с зеркалами и много разных растений, что я так любил. Въехал я не сразу, сломя голову, а на следующий день после ремонта комнаты. И началось. Что не день, так просыпаюсь и минут через пять иду тошнить в ванную. Было неприятно, учитывая, что я совершенно не понимал, почему это происходит. И хотя через неделю уже привычная процедура не причиняла сильных неудобств, она жутко бесила. Рвало меня быстро, в секунду. Раз – и готово. То какой-то пеной, то желудочным соком. Как и, наверное, большинство студентов в силу возраста, я не придавал таким вещам большого значения. Как само началось, так само и пройдёт. Но не тут-то было. Чем дольше я жил в квартире тётки, тем хреновей становилась утренняя процедура. Я даже позвонил ей, расспрашивал, как дела, рассказал, что мне нравится жить в её квартире, и в шутку решил узнать, не было ли тут ранее в квартире домового или чего ещё. Тётка удивилась вопросу, но не послала меня в пешее эротическое и даже рассказала всю историю квартиры. Естественно, ничего криминального и мистического в её рассказе не было. И за дня в день одна и та же херня. Я бы и дальше не обращал внимания, но со временем становилось хуже. Тошнил я уже не в две-три секунды, а дольше. Не быстро и легко, а тяжко. Пена и желчь с соком стали тягучими и густыми. Приходилось их долго отхаркивать и выплёвывать, при этом остальной день я чувствовал себя замечательно. Ну а наконец моя дурья башка решила сходить к доктору. Записавшись заранее на приём в одну из платных клиник города, я попал к немногословному угрюмому врачу. Мужику лет пятидесяти с сидеющей шевелюрой и взглядом а-ля «какие же вы все недоумки». Как выяснилось, первое впечатление было обманчиво. Мужик стойко выслушал мой рассказ и симптомы, задавал вопросы и что-то писал у себя в журнале. Послушал лёгкие. Вопросы были и исключительно по теме, а также, чтобы меня раскрепостить. И самое главное, он не использовал заумных фраз. «Пьёшь?» «Ну, пью, может, в пятницу пару бутылок пива». «Крепкая?» «Куришь?» «Не курю. Крепкая только в виске и очень редко». «Дорогое?» «Да нет, я в баре работаю. Достать не проблема. Просто не люблю. Про наркотики будете спрашивать?» «Значит, говоришь, раньше вообще не было». Пропустил он мой вопрос. «Блевать было, но нестабильно каждый день после того, как проснусь. Может, анализы какие сдать надо, рентген там сделать. Мне бы разобраться с этим побыстрее». «А чего ж ты сразу не пришёл? Ждал так долго». «Глупый. Признаю». «Значит, с этим в 212-й». Он выдернул из блокнота лист и протянул мне записку, видимо, с записями о том, какие анализы у меня будут брать в этом загадочном 212-м. «Так что это такое-то? Сдай анализы. Завтра они будут, и придёшь в… Мне как бы не очень удобно каждый день по больницам ходить». «Прервал я его». «И дорого. Я, конечно, отпрошусь, но…» «Это твоё здоровье. Сдай анализы. Напишу тебе справку». «Понял. На вашем корабле не спорят». «Ладно. Во сколько?» «Давай в 15.00. Думаю, анализы уже будут готовы. А может, витамины какие?» «Пока нет. Нужно понять, с чем имеем дело». И я потопал в 212-й, как оказалось, в лабораторию. Довольно быстро сделав все процедуры, пошёл на работу. Следующее утро, как обычно, встретило меня позывом рвоты, и я побежал постоять над раковиной. С удивлением отметил про себя, что раньше было лучше. То есть раньше плюнул и пошёл. Раньше был быстрый, забавный ритуал, с которым я спокойно свыкся и даже был готов жить дальше. Сейчас это была полная херня, что отнимало 5-10 минут моего времени, бесило и доводило до слёз в порыве очередного спазма. «На сегодня я выходной на целый день. Круто, если не считать, что к трём мне идти к доктору, узнавать свою дальнейшую судьбу». Ровно, ну или не очень ровно, в три постучался к доктору. Он поднял взгляд от бумаг, лежащих на столе, думаю, это были мои результаты, и строго сказал «Садись». Ну я и сел. Что-то в его взгляде и в его тоне меня насторожило, и мысленно я приготовился к худшему. Вот же ж какого хрена я сразу в больничку не пошёл, когда началась эта дрянь. Горько подумал я. Так, касательно твоих анализов. Я замер в ожидании вердикта. В лаборатории ничего не выявили. «Что значит ничего?» «Вообще ничего. В моём алкоголе крови не обнаружено. Что это значит-то?» «Значит, что анализы хорошие. Но… Блин, отчего вы так странно смотрели? Я уж подумал, у меня рак или другая какая лютая херня». «Да потому что не может быть при таких симптомах всё хорошо в анализах». Чуть повысив голос, проговорил доктор. «И давай без выражений. Ну и… А раки не волнуйся. Извините. Сейчас пойдём сделаем рентген. Вместе будем делать. Думаете, заразно?» Съехидничал я. «Ну а что, доктор, видимо, тоже не понимал, что со мной. Вставай, пойдём». «Мы поднялись на этаж выше и прошли по длинному коридору. Ощущение было, что иду на расстрел. На этот раз на двери красовалась надпись «302. Рентген кабинет». «Не совсем это был кабинет. Там был небольшой тамбур с вешалками и диваном, а из него две двери. В кабинет и в зону, где стоял сам аппарат». Доктор прошёл в кабинет и пару минут о чём-то разговаривал с коллегой-врачом. После чего дверь открылась, и из неё вышел высокий мужчина с угловатыми чертами лица и весёлым взглядом. «Ну, пойдём, инопланетянин». «Почему это инопланетянин?» «Ну, потому что что-то с тобой не так, а что именно, нам неизвестно. Вот, будем тебя изучать. Давай-давай, проходи. Там люди по записи ждут, за них Дмитриевич не просил». Он открыл дверь и жестом руки показал, куда идти. «Снимай рубаху, клади на кушетку и проходи к аппарату». Я подошёл, доктор поставил меня как надо и удалился. «Стой, не ёрзай». «Так». «Всё, отходи». В помещение, смотря на меня внимательным взглядом, вошёл Дмитриевич и громко произнёс. «Давай сразу только посмотришь. У меня работы выше крыши. Тебе неинтересно совсем?» «Интересно. Доктора, видимо, совсем забыли об этике, если так напрямую обсуждают пациенты. Им-то, может, интересно, а я чувствовал себя как подопытный кролик. Как блюющий подопытный кролик». «Я тут вообще-то и всё слышу». «Одевайся и посиди на диване». Донеслось из-за стены с небольшим окошком. Вскоре оттуда вышли два задаченных доктора. «Здоров как бык. Ну, по крайней мере, на снимках точно ничего криминального даже близко нет». Сказал рентгенолог. «Дмитрич, надо дальше причину искать. Или, хочешь, к доктору Хаусу его отправим. Если найдём, конечно, в наших окраинах». Я и сам бы хотел пошутить что-то вроде «А это вообще законно?» исследовать человека без его согласия, но грустно улыбнулся. Мне было не до шуток. «Дмитрич, дальше я его называл уже уважительно, по имени-отчеству, Евгений Дмитриевич, он носился со мной всю неделю. Ему и правда было интересно. Мне казалось, он переживал за меня. Я ещё раз сдавал кровь, делал МРТ, мне проверяли мозг и многое другое. Я даже приносил на анализ свои, так сказать, утренние процедуры. Забавно, но за многие работы я не платил. Уж не знаю, как выкручивался Евгений Дмитриевич, платил ли сам или уговаривал делать процедуру под предлогом ради науки, но знаю, что мы так ничего и не выяснили. Я продолжал жить, учиться, ходить на работу и привычно тошнить по утрам, проклиная устоявшуюся традицию. Блевалось всё дольше и тяжелее. Нет, конечно, были дни, когда проскакивало, как в самом начале, но они были редки. Однажды я рассказал свою историю одному из близких друзей, когда мы сидели у меня вечером, пили пиво, общались и фоном смотрели какой-то матч. А может из-за ремонта в комнате? Оставили какую-нибудь химию, вот ты и травишься. Ты думаешь, этот вариант не проверялся? Нету ни химии, ничего, и в анализах пусто. Я ж тебе говорю, рвет только, когда нахожусь в этой квартире, неважно в какой комнате. Пробовал ночевать у родителей, утром вставал и заранее шел в ванную, а там стоял как дурак и не понимал, почему нет позывов. Если бы химия, то было бы что-то остаточное, но ничего, как рукой снимает, когда не у себя ночую. Да, тёткину квартиру я уже почему-то считал своей. Ну так съезжай отсюда нахрен, пусть тётка твоя сдаёт квартирку. А ты снова у родителей жить будешь, здоровье дороже. Может, тут пора экзорцистов вызывать? Хочешь, я на ночь останусь, посмотрю. Вдруг тебе по ночам в рот какой-то демон с потолка плюёт. И мы оба заржали. По своей натуре не верили ни в мистику, ни в демонов или ангелов и прочую чепуху. К слову, друг остался на ночь, но не потому, что хотел увидеть демона, плюющего мне в рот с потолка. Он просто напился. Сильно напился. Утро началось за здравие. Тошнили вместе. Я по традиции в раковину, а друг в обнимку с туалетом. И смеялись два дурака. Слушай, я сейчас не пойму, это ты меня этой хренью заразил? Или я вчера нажрался? Всё смешалось в нашем королевстве. Блин. Нам надо повторить. Что повторить? Чтоб ты опять нажрался, мучился сам и смотрел, как мучаюсь я? Не тупи. Пить не будем. Я просто на ночь останусь и проверим, как это работает. Короче, будет ли у меня так же, как и у тебя? Так-то тебе надо было давно мне сказать. Мы бы раньше проверили. Ну, оставайся. Только не сегодня. Сегодня к деду еду в деревню. Когда приеду обратно, хз. Ладно, когда припрёшься, тогда и проверим. Дни шли своим чередом, и у меня появилась новая проблема. Впервые с момента переезда в тёткину квартиру я проснулся посреди ночи. Проснулся не от громких звуков или криков соседей. Мне стало плохо. Очень. Теперь я уже не верил в случайности, и утром сразу же позвонил Евгению Дмитриевичу, рассказал о ситуации. Я больше не знаю, чем тебе помочь. Если только идти в институт в роли лабораторной мыши. Нет, спасибо. Но как мне быть? Если я ещё каждую ночь буду просыпаться и стоять над раковиной по полчаса, то в зомби превращусь. Переезжай. Мне друг тоже предлагал. Здравое предложение. Послушай, друга. Ну а вам разве не интересно, что это такое и почему возникнуть могло? Весь мой интерес уже ушёл в работу по твоему вопросу. Мне это реально интересно, и я переживаю за тебя. Но ты не единственный пациент, чтобы тратить на тебя всё моё свободное и рабочее время. Понял. Спасибо вам. Переезжай. Ага. Я подумаю. Естественно, меня можно назвать упёртым бараном. Наверное, любой бы уже переехал, а я тоже был готов. Но одна ночь изменила моё решение. Я бы сказал, теперь немногое зависело от меня. Я чувствовал, что нечто во мне изменилось. В первой ночи пробуждения меня просто рвало, так же, как и утром. После рвота ушла, и осталось тягостное ощущение тошноты. Чего-то, от чего так долго моё тело старалось избавиться. Я не осознавал, а моё тело боролось. Боролось долго, пока не стало поздно. Пока нечто не захватило его, прекратив попытки организма сопротивляться. Осознание пришло не сразу, но теперь я понимал и ничего не мог сделать. Я всё видел и чувствовал. Моему разуму иногда было позволено говорить. А право решать нечто оставило за собой. Каждую ночь я подолгу стоял у окна и смотрел в чёрное небо. Нечто разрешало мне размышлять, и я размышлял. Как я мог такое допустить? Что это? Откуда? Почему всё изменилось так внезапно? Я ходил по своей комнате и по квартире часами, молча опустив голову, словно полностью соглашаясь и подчиняясь своему отныне предназначению. Я не боялся. Нечто запрещало мне бояться и говорить лишнее. Единственное, чему я мог сопротивляться, не смотреть в зеркала. Я не хотел видеть своё отражение и завесил все зеркала, не знаю зачем. Так было нужно. Звонкой трелью раздался звонок телефона. Ты где, мать твою, пропадаешь? И почему не берёшь трубку? У нас запара из-за тебя. Звонил менеджер бара. Извини, Стас, мне очень плохо. Даже не подумал предупредить. А надо было предупредить. Что такое? Голосы, правда, как не твой. Простудился? Не знаю толком. Неделю бегаю по больницам. Как всё пройдёт, принесу справку. Прости, Стас, мне очень плохо, не могу долго говорить. Как же. Плохо ему. Балабол. Думал я. Остатки моего сознания пытались кричать в трубку. Стас, вытащи меня отсюда. Вытащи эту херню из моей башки. Понял? Давай выздоравливай. Будешь должен. Оно не успело сказать спасибо, как Стас уже сбросил звонок, но разрешило выкрикнуть мне своё пронзительное «Дай же мне сказать, сука!». Мои слова улетели в пустоту, а в голове раздался еле слышный смешок. С каждым часом я всё более чувствовал, как оно захватывает каждую клетку моего тела, молча, в тишине, прекращая мою историю, оставив мне лишь крупицу сознания. Издевалась надо мной. Живи только тут, на этом маленьком клочке внутренней пустоты, а остальное моё. И отныне тебе не подвластно. В редкие периоды отчаяния оно позволяло мне читать смс-ки и сообщения на компьютере, но когда я хотел сам написать, мои руки приковывало к клавиатуре, словно воздух над ними. В мгновение стал весить тонну, и кроме «по», ничего не оставалось на экране. После оно удаляло незаконченные фразы. Однажды оно позволило посмотреть в интернете мифы о нём или о чём-то похожем. Оно могло быть джинном, демоном и ещё около десятка по-разному описываемых тварей из нашего мира или загробного. Стоит ли говорить, что ничего не давшая мне информация только повеселила существо внутри меня? Я буквально ощущал его веселье. Вскоре и сам начал истерично смеяться, со слезами на глазах. Организм уже не сопротивлялся. Прошла тошнота и другие признаки дискомфорта. Нечто полностью овладело мной. Остаток меня жил как другая личность, наблюдая за действиями нового хозяина. Вечером раздался стук в дверь. Открывай, болезлый, гостинца привез. Оно пошло открывать дверь под мои глухие крики внутри своей головы. Что ты телефон не берешь? Бодро проговорил друг. Я уж как два дня приехал, дела просто были. Ага. Что ага, возьми сумку, я пройду. Оно стояло на месте, преграждая другу проход. Да, не пускай его, дай ему уйти, он ни в чем не виноват. Молил я существо. Может не стоит? Не понял. С тобой нормально все? Температурки нету? Сказал друг и резко отодвинул мое тело. Что встал как истукан? На сумку. Оно пошло ставить сумку на кухню. Из коридора друг продолжал говорить. Дед привет передавал. И копченой рыбке. Очень вкусная, кстати. Чай поставь, я замерз что-то. Оно разрешило мне говорить, но я знал, что лишнего не позволено. Слушай, тебе реально стоит уйти. Я хуже себя чувствую и не хочу тебя заразить. Да мне похер, что ты хочешь. Мы договорились, что проведем эксперимент. Так что не паникуй. Будет лучше, если ты уйдешь, правда. Будет лучше, если ты чайник наконец поставишь. Мы втроем разговаривали весь вечер. Нечто никак не выдавало себя. Не позволяло говорить лишнего мне. И внимательно слушали друг друга. Дело было к ночи. Оно расстелило другу в зале и вернулось в комнату. Спокойной ночи. Весело нараспев выкрикнул из зала друг. Спокойной. Чуть слышно проговорил я и со слезами на глазах лег в постель. Было ощущение, что оно дает мне последний день. Я лежал и долго смотрел в потолок, размышляя о жизни и вспоминая все моменты, когда я делал что-то не так. Так глупо и беспомощно я уходил из реальности этого мира. Я уснул. Посреди ночи мы, оно и я, услышали шаги и тихий удар. Блин. Раздалось из коридора. Видимо, друг пошел в туалет и ударился о шкафчик для обуви. Оно поднялось с кровати и подошло к окну. Ночь была светлая. Полная луна освещала дороги и скверы за окном. Послышался шум воды, смываемый из бачка и щелк выключателя. Босые ноги прошлепали на кухню. Звон стаканов. Вода из кувшина. И шлеп-шлеп обратно, который быстро прервался. Ты чего не спишь? Плохо стало? Нет. Все нормально. Теперь все нормально. Ответило оно. Ну хорошо. Утром глянем, как мне будет. Кстати, что зеркала в ванной завесил? Я забыл вечером спросить. Будет хорошо. Так надо. Проговорило оно и развернулось. Друг вздрогнул, округлив и без того большие глаза. Резко отступил на шаг и, ударившись об дверь, сказал. Да блин, что я бьюсь сегодня обо все. Тебе точно хорошо? Ты себя видел вообще? Я не знаю, что увидел мой друг и что на миг так его испугало во мне, в моем теле. Но он медленно попятился и пошел обратно в ванную. Сейчас я тебе зеркало принесу. Выходя, сказал друг и ударил по выключателю. Но свет не включился. Раздался лишь короткий взрыв, перегоревший лампочки. Оно повернулось головой к стене, и я впервые увидел нового себя. Свою темную тень на фоне большой белой стены спальни, в бледно-белом свете полной луны. Я знал, что оно улыбнулось, широко показывая зубы. Тень была большая, больше, чем я. Развивающимися, будто на ветру лоскутами, тень мерно покачивалась, подражая ветвям деревьев за окном. Я онемел. Мое сознание ни на что не обращало внимания, кроме тени на стене, завороженно наблюдая за ее движениями. Я боялся представить, как выгляжу на самом деле. Руки медленно потянулись к большой наволочке, которая закрывала зеркало шкафа. В голове загудело. Оно заговорило со мной, моим голосом. «Тебе все кажется. Сам придумал. Все в порядке. Небольшая шутка больного сознания. Да, и раньше демонов каких-то с джиннами в интернете выискивал. Все проще, друг мой. Просто мне надоело ждать своего часа. Рано или поздно я бы проснулся. Твой переезд просто оставил тебя со мной один на один. Надо было придумать историю, так что извини за рвоту по утрам. Но загадочно вышло, правда? Я, кстати, удивлен. Твой организм долго сопротивлялся. Он не ждал от меня ответа. Это был монолог нового владельца моего тела и разума. Этого страшного существа, что так изуродовало меня. Нет никакой мистики. Надо как-нибудь позволить тебе позвонить тетушке и сказать, что ее милая квартира вовсе ни при чем. Да и доктору что-нибудь наплести. Успокоить. Он ведь так переживал за тебя. Ты пойми. Пожил и хватит. Я ведь тоже ты, но другой. И я победил. Второй я сильнее первого. Редко бывает. Но метко. Мы же живем в каждом из вас. Кому-то не везет. А я... Вырвался. Казалось, что времени прошло много, но монолог в голове длился доли секунды. Руки легким движением сдернули наволочку с зеркал. Он и я смотрели в зеркало. Он улыбался, самый мерзкий и отвратительный из улыбок, а я не мог поверить в то, что увидел. Ладно, пора развлекаться. Я буду жить, а ты смотри. Давай пойдем возьмем самый большой нож на кухне, пока твой друг ищет зеркальца. Мы-то и так все видели. Редактор субтитров А.Семкин